Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Сегодня у нас самый жаркий день. Адская жара, можно так сказать, 27. У меня в машине сюда чуть поближе подъехали, показывает 25. Из-за того, что море еще прохладное. На высоком берегу, кстати, у нас температура сегодня с утра было 17.8. Сколько сейчас узнаем. Вчера на центральном пляже было 22 температуры водички. Из-за того, что там песчаные пляжи, прослойка воды тонче, они прорываются быстрее. Вот такая вот разная Анапа. Если ее знать, как готовить, то можно приезжать отдыхать. И очень жалко смотреть на видео людей, которые приехали и заполнили все пляжи Сочи, при этом никто не купается. А вчера у нас была красота, и все купались. Но теперь сегодня мы посмотрим с вами на самый благоустроенный пляж Черноморского побережье в городе Анапе, который называется пляж Высокий Берег. И инфраструктура, которая есть рядышком с ним. Улица Таманская, пересечение с проспектом Революция. Можете увидеть, что здесь все у нас кипит. С правой стороны находится питьевой бювет. Также есть разнообразные торговые павильончики, в которых можно прикупить нужные вам товары. Кофейня туда дальше. Там есть кафешка столовая, там пятерочка или магнит. Сюда приехать можно, вбив в навигаторе, улица проспект Революции 1. Итак, питьевой бювет, где лучше написано. Давайте глянем, чего здесь есть. Можно прийти с водички попить. Здравствуйте. Можно комментарий от вас получить. Вообще, какую водичку здесь можно попробовать? Это водичка, что она лучше? Нет, просто какая есть. То есть два вида водички. В общей стоимость попить как тут? 15 рублей стаканчик. Покупаем пить. Покупаете, пробуете одну водичку в теплом виде и в холодном виде. А там есть клетер Анапска 60, а Семигорская 100 рублей. Понял, спасибо большое. Вот этот основатель Монумент стоит, доктор Вадимир Адольфович Будзинский, который основал байнологический курорт Анапу и сказал, что все эти прогулки подышать морским воздухом можно. И это все очень полезно. Ну вот, разнообразные виды воды есть. Анапская холодная с этой стороны. Сейчас подойдем, посмотрите, что лечат, какие имеются в них наполнения в водичке. Все полезные свойства. Если что, ставьте на паузу, чтобы все прочитать, посмотреть. Я дольше не буду. Ну, очень полезно. То есть, теренкуры. Гуляйте по берегу, дышите морским воздухом и потом приходите сюда, пьете водичку и оздоравливаетесь. Друзья, в комплексе это прям очень хорошо повышает иммунитет и вообще состояние людей. У многих пансионатов, у них тут договора, и у них отдыхающие приходят сюда, чтобы попить водичку. Спасибо большое. Хорошая работа. Спасибо. Спасибо. Товары курортного ассортимента в этом году. Примерно все по ценам то же самое осталось. Там где-то 10-15 процентов может быть подорожание. Продается вообще все, что только может вам понадобиться. Я всегда говорю, что вы на паузе будете приезжать, приезжайте, берите с собой, главное, деньги и трусы, чтобы не стыдно было выйти из самолета. А все остальное здесь можно купить, потому что выбор просто огромнейший. Сколько прогуливается людей, хотя сейчас обед и все санаторий, которые здесь находятся рядышком, сейчас у них обед. Людей должно быть, по идее, меньше. Но они здесь есть. Здесь один из самых дорогих ресторанов, Ковчег. Ну, те, кто тут бывали, хвалят, говорят, обслуживание хорошее, все вкусно, классно. Но у меня не хватает финансовых средств, чтобы вам сделать обзор, когда-нибудь разбогатеем и обязательно зайдем мы сюда. Очень красиво украсили территорию. Вокруг вы можете увидеть, что очень много скамеечек, зелени, мусорки. То есть все чистенько, красиво, как и должно быть, собственно, в курортных городах. Потому что ты приходишь и картинка прям вяжется именно с отдыхом. Здесь мы попадаем уже на берег Черноморский. Высокий берег нашей Напы. И это действительно очень красиво. Вот тот самый спуск к пляжу, который, я считаю, один из самых лучших пляжей вообще Черноморского побережья по благоустройству и предлагаемых услугах. Туда есть спуск пологий на пандусе, можно подъехать, либо на автотранспорте подвезти людей, которым надо искупаться в море, потому что здесь есть и оборудование пандуса. Здесь есть кафе, высокий берег играет, музыка такая приятненькая, сашлык предлагают прям на берегу. Поднялись и с видом на море можно сидеть и есть. Вы можете увидеть, что очень много людей здесь купаются, хотя, повторяюсь, здесь водичка не теплая. Вот, допустим, сейчас заявлено 17 градусов, хотя с утра вдруг замерялось, здесь было 18, написано 17, написано вот на этом табло. Температура воздуха 24, пишет огромное уже количество отдыхающих, это очень приятно. Ну, люди купаются. Если хотите теплую воду, то вам на пляже, она по центральной джемоте, видите, там водичка будет гораздо теплее, потому что прослойка воды тоньше и она прогревается гораздо быстрее. Пляж официальный, надписи гласят о том, что 150 лежак стационарный на день и туалет стоимость 25 рублей. Здесь имеется детская комната, сейчас она еще не функционирует, наверное, еще небольшой спрос. Тут наши отдыхающие отдыхают, везде мусорки, везде чисто, все, как говорится, вылезано по полной. В летний период времени здесь работает большое количество баров, в которых можете прикупить разнообразные напитки. Здесь есть вот такой детский городок, вот тут вход 300 рублей на 30 минут. За счет того, что на официальном табу у них написано 17 градусов, купание на пляже официально запрещено, но работают спасатели и приглядывают за отдыхающими. Почему так происходит? Потому что температура воды, разрешенное купание, по-моему, с 18, и говорят, что в этом году, возможно, даже и подняли. Есть массажные такие вот домики, они еще тоже пока не функционируют, но в скором времени все заработает. Детская песочница, пляж здесь насыпной, галечный, самая мелкая галька и самая приятная для посещения. Играет такая нежная музычка, имеются снаряды спортивные, то есть зона воркаута, брусья, волейбольная площадка, которыми можно пользоваться абсолютно бесплатно, для того, чтобы отдыхать. Также в летнее время мы уже видим, что выставили точки с лимонадами, будут и мороженки, сладкие ваты, то есть все, что вам только может понадобиться, вплоть до кукурузы. Туалет есть там, где мы спустились один, и вот здесь с левой стороны тоже имеется. На лежаке 150, возле лежака бесплатно можно отдыхать, но при этом пользоваться инфраструктурой пляжа, то есть спусками к морю. Сейчас я вам покажу, кстати, пандус, здесь такая теневая зона, переодевалка для людей с ограниченными возможностями, ну и просто с хейстом переодеться можно. Лежачки как есть в тени, так и есть на солнышке, каждый выбирает, какой ему хочется. Мы сейчас пойдем еще в левую сторону, потому что я не видел, тут было перестроение, что изменилось, посмотрим. С левой стороны от пляжа Анапа Сёрфинг, наши яхтсмены здесь занимаются, можем видеть, что яхта маленькая, учебная, уходит в море, и можно сюда прийти тоже бесплатно купаться. Дальше там уже пляж, Малая Бухта, санаторий называется. Честно, очень люблю приходить и вот купаться с этой стороны, здесь видите, какая прозрачная водичка, глубина большая. Востей, подача от людей, все-таки это бухточка, ну а тут зато гораздо безопаснее и под контролем спасателей. То есть, про Инфорт Ту, я говорил, это о том, что вы также можете пользоваться и услугами спасателей абсолютно бесплатно. Ой, наши звездочки загорают, какая красота. Здесь должен появиться прокат, бывает здесь банан. Вот один из пусков моря, то есть вы видите, что буйочки стоят везде. Можете видеть, насколько прозрачная сейчас здесь водичка, все очень классно. Как водичка, скажите? Круто. Круто. Вот, самый главный отзыв. Ты не замерз, скажи, самое главное, ты купаешься? Ну, вообще, чуть-чуть вода холодная, мне кажется, по-моему, градусов 20. По-твоему, 20. Слушайте, а почему не идете на песчаные пляжи купаться? Там вода гораздо теплее. Ну, мне просто нравится, когда воду. Он прыгает и умеет нырять. Ага. Я просто еще плавать не занимаюсь. Ой, ну это вообще прям прекрасно. Ну, хорошего вам купания. Спасибо за рассказ. До свидания. Тот самый пандус, о котором я рассказывал. На нем можно спуститься. Тоже денег за это не берут. И воспользоваться им абсолютно бесплатно. Люди крабиков разглядывают, рыбок разнообразных. Ну, водичка прозрачная. Это очень хорошо. Также здесь есть абсолютно бесплатные души. Даже если вы не заплатили за лежаки, можете воспользоваться. Работает же, да, водичка? Вот водичка уже есть в кранах. Очень много хейта залетает по поводу того, что вот как танк близко ставят пляжи лежаки. Кстати, это единственный пляж, на котором я не возмущаюсь по поводу лежаков. Да, хотелось, чтобы было 20 метров. Но здесь пляж полностью насыпной. Каждый год привозят новую гальку. Это небольшой расход денег, чтобы вам было комфортно и удобно. Если кто-то посмотрит на старинные фото, то здесь пляж был буквально 2 метра вдоль берега. То есть все остальное это сделано за их счет. То есть полностью частная территория. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому спасибо, что хотя бы что-то оставляют. И живем и пользуемся тем, что нам можно бесплатно. Здесь водичка. Вот зашел докуда. Позволили шорты 19,5. Люди купаются. Температура воздуха 29. Очень жарко становится. Это прям печально. Можете увидеть, что людей здесь немного. Основная масса, я думаю, все-таки пользуются песчаными пляжами в Анапе, потому что там гораздо теплее. Но они здесь тоже присутствуют. Отдыхают, закарают и потихонечку купаются. Также есть специальные зоны для купания детей. Огороженные буйочками. Очень радует прозрачная водичка. Прям клево смотрится. Мы тут догнали уже артурчика. Прям буксуем. Есть круги спасательные, которые стоят. Ну и сами спасатели, которые работают и следят за всем, чтобы тут было хорошо. Здесь отдыхают мои подписчики. Здорово, тут ребятки сидят возле пляжика. Всех спрашиваю, почему идут на песчаные пляжи. Все говорят, что пока еще только пришли. Только еще не видели. Ну, конечно, как можно вообще бросить уйти с таких вот пляжей, когда пристально чистая водичка. Пускай немножко прохладнее, но на солнышке можно всегда выйти и согреться. Легкий морской бриз и комфортная обстановка на пляже вам обеспечена. Место для купания. Дальше находится VIP-зона. И здесь вот свободно, видите, побольше пространства тех, кто хочет отдыхать бесплатно. Ну, лежаки тоже люди берут в аренду. И те, кто отдыхают, по-моему, в высоких перепонциональных тоже имеют возможность на них отдыхать и загорать. Переодевалки прямо возле берега моря. В этом году вы видите, что частично заменили некоторые лежачки. Это тоже очень хорошо. И VIP-зона уже потихоньку запускается. Стоимость сейчас в VIP-зоне 600 рублей отдыхать. Можно комфортный лежак, мягкий матрас, мягкая мебель, полотенце, зона для купания, отдельный проход к морю, душ, бесплатный туалет, зона для курения. То есть все здесь есть именно в зоне. То есть уже вот за 600 рублей входит и туалет. Тоже очень важно. Ну, каждый выбирает салют для себя. Обычно здесь устанавливают еще горку, с которой можно будет скатиться, пока ее нет. И не знаю, будет в этом году или нет. И вот вам еще один туалет с правой стороны. Здесь, мне кажется, даже людей как-то побольше. По крайней мере, так выглядит, что народу насобиралось гораздо большее количество, чем в том пляже, на котором мы были. Ну, виды просто шикарные. Смотришь, радуйся за людей. Чистое море. Купаются, удовольствие получают. Загорают. Вообще все идеально. Водичка, ну, реально классно выглядит, ребятки. Смотришь, прям одно удовольствие. Такое море, видите, такие берега наши, анавские. Люди удовольствие получающие, загорающие. На пляже, видите, кстати, ограничения по купанию животных. Купание животных запрещено. Должны будут запуститься прокат катамаранов, но пока не работают. И с этой стороны людей поменьше. Здесь, если смотреть на море с правой стороны, находится граница пляжа. Дальше проход запрещен в камнепад. Но здесь выход на дикие места довольно-таки интересный. Не советую посещать, потому что можете пострадать. Но показать вам могу, так как рискую только своим здоровьем. Смотрите, какое море. Как будто вообще нет воды. Красота просто, ребята. Немножко бросовый мусор есть. Ну, это, видимо, мелочи жизни. Те, кто любят эти места, приходят и мусор здесь собирать. Также работники пляжа. Высокий берег тоже неоднократно здесь проводят уборку. Потому что, если бы они не убирали, здесь мусора было бы гораздо больше. Видно последствия уборки. Есть даже вот такой мусорный бак, который можно поскидывать его. И здесь такая прям красота и чистота. Люди сюда тоже знают, как говорится, приходят и отдыхают. Более тихая и спокойная обстановка. Но здесь за вас спасатели уже не отвечают. И, как говорится, все купания и излияние происходят на ваш страх и риск. А дальше, мол, оттуда очень красивые виды открываются на пол. Раньше здесь был спуск к морю. Давным-давно. Но он сейчас разрушен и все выглядит печально. Можете обратить внимание, тут штурм выкинул огромное количество мелкого пластика. Дальше должен быть бесплатный пляж. Тоже проход к нему. И наша администрация вот в упор не хочет замечать, что здесь установлен забор. И то, что мы не можем пройти на пляжную территорию туда дальше. Иногда по решению суда там сделали раздвижной забор, вы, типа, раздвигаете, посмотрите, проход есть. Но по факту там собирают бабки и пускают туда либо те, кто живет в ЖК рядом сверху, либо те, кто за деньги заходят туда, типа, за пользование инфраструктурой. Но мы не хотим пользоваться, мы хотим отдыхать. Почему так нас кидают? Непонятно. Зачем она по территории закона. И посмотрите, какая здесь красота с маской плавать. Ребята, восхитительно. Там я вижу буй. Это говорит о том, что работает на дне какой-то водолаз. Сейчас, может быть, подводный охотник. И посмотрите на те виды, которые я вам уговорил. Сейчас это будет подача, будет еще красивее. Желтые, это скальные маки у нас произрастают. И здесь они, представляете, вот как он зацепился среди камней и живет себе. Чайка-черноголовка. Довольно-таки редкий вид, но сидит прямо перед нами. Я думал, что это водолаз работает, а это девушка. Просто, смотрите, плывет в красной шапочке. Ну и мы дошли до конца пирса и показываю, ребята, наша любимая Напа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, вот мы с вами сегодня побывали на одном из самых благоустроенных пляжей города-курорта Напа, посмотрели дикие места. В общем, есть красота, правда, печально, когда так валяется мусор, но это все, что бросалось в море, прибивает сюда в угол. И надеюсь, таких моментов будет гораздо меньше. Желаем всем всего самого прекрасного и самого лучшего отдыха в 2022 году. С вами был Юрий Озаровский. Иногда в кадрах у нас попадал Артурио. А что, желаю вам всем приехать куда-либо на отдых. Пока-пока.